Страны ЕС обеспокоены фактом военной эскалации в Ливане. В Брюсселе завершился первый день саммита Европейского Союза. Там отметили огромное число жертв среди гражданского населения, вынужденное перемещение, насилие и постоянное применение военной силы. На форуме также осудили нападение Израиля на временные миротворческие силы ООН в Ливане. Мы хотим прекращения огня в Газе и Ливане. Мы осуждаем нападение на миротворцев в Ливане. Мы просим уважения к резолюциям ООН. Сегодня снова была возможность подтвердить нашу полную поддержку решения о двух государствах. Мы также выразили нашу поддержку ООН, в том числе генеральному секретарю Антонио Гутерришу. И мы выражаем восхищение роли, которую играет Бапор. И, наконец, я хотел бы добавить, этого нет в итоговой декларации саммита, но некоторые лидеры стран высказали в отношении соглашения об ассоциации ЕС с Израилем. На уровне глав МИД стран ЕС начались дебаты по этой теме. Мы также обсудили условия прочного мира, ведущего к решению о создании двух государств. Есть один важный момент. Этот прочный мир и решения о двух государствах могут быть достигнуты только при стабильной, сильной и реформированной палестинской администрации. Еврокомиссия работает над достижением этой цели. У нас уже есть пакет чрезвычайной помощи на сумму 400 миллионов евро. Это поддержит выплату зарплаты пенсии, а также обеспечение граждан всем необходимым на Западном берегу.